Больше года прошло в Украине после выборов местные советы. Столько же в Димитрове работает новая команда во главе с городским головой Русланом Требушкиным. Что же удалось сделать за такой, с одной стороны короткий, а с другой очень важный и ответственный для городской власти период? Об этом и не только. Открыто и честно говорил в своем докладе Руслан Валерьевич, всем собравшимся в зале. Это депутаты городского совета, члены исполкома, руководители предприятий и учреждений города, представители общественных организаций. А сделано было немало. И в первую очередь это видят и подтверждают сами жители Димитрова. Мы только въезжаем в город Димитрова и видим, какие изменения произошли. Город стал чистым, красивым, светлым. Очень много сделал Руслан Валерьевич. Спасибо ему за это. Я живу здесь 38 лет. За 38 лет ни один мэр, во всех мэров, я даже уже позабыла, как их фамилия, была на приеме. Ни один мэр ничего не делал, совершенно. А здесь все сразу резко. Ну вообще, я вообще всем довольна, всем. Вы понимаете, мне даже к нему, если и надо по дому, мне незачем к нему идти на прием. Мы обращались по некоторым вопросам к Руслану Валерьевичу. Он нам помогал, не отказывал. И вообще депутатский корпус работает очень хорошо. Справиться со всеми проблемами сразу нереально. Системные трудности требуют системных подходов. И в этом надежную помощь городскому голове оказывает его команда. После победы уже на выборах, мы просто начали эффективно использовать те средства, которые у нас есть. Их они просто не разворовывались, а вкладывались в нужные, важные вещи. А не там, где можно их смыть и получить максимально выгоду для себя. То есть люди работали на результат. Работала на результат вся команда. Работал исполком, работали депутаты, работали руководители города. Приоритетными же направлениями в работе городских властей в первую очередь стало реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Ремонтировались кровли, лифты, дороги. В рамках работ по благоустройству были спланированы улицы частного сектора так, чтобы по ним могли проехать машины скорой помощи и любой другой транспорт. Стали намного светлее улицы города. Постоянно убирается мусор. Всего на ремонты жилого фонда затрачено около полутора миллиона гривен из местного бюджета и более двух миллионов средств предприятий. Итоговая сумма затрат на ремонт жилого фонда с учетом работ выполнения ОСМД составила почти 4 миллиона 200 тысяч гривен. Она больше, чем на миллион превышает финансирование этих статей расходов в 2010 году. Причем сумма финансирования из местного бюджета увеличена в три раза. Конкретные шаги были предприняты для улучшения состояния водопроводных и тепловых сетей. За счет местного бюджета и средств Димитров теплосети было заменено более 5 километров труб. Всего на ремонт теплового хозяйства в 2011 году за счет средств городской казны и Димитров теплосети затрачено 1 миллион 112 тысяч гривен. То есть для нашего города это рекордная сумма. При этом сумма поддержки Димитров теплосети из городского бюджета по сравнению с 2010 годом увеличилась в 37 раз. Если в 2010 году на приобретение материалов были выделены порядка 13, то в этом почти 500. Была оказана помощь и горводоканалу. За год удалось поменять более километра водоканализационных сетей. Все эти меры позволили перейти к круглосуточной подаче воды в микрорайоне Восточный. Теперь стоит задача обеспечить в течение следующего года круглосуточную подачу во все микрорайоны. После капитального ремонта открылся городской фонтан. А новая игровая площадка стала любимым местом отдыха для всей Димитровской детворы. До сих пор не снижаются темпы по наведению порядка и чистоты. Чтобы усилить контроль за вопросами соблюдения правил благоустройства, на базе общественной организации «Громадский форум» мы создали группу инспекторов. Именно она взяла на себя функции контроля за неукоснительными соблюдениями правил благоустройства. Эффективно воплощается в жизнь и программа энергосбережения. Утепляются дома, детские дошкольные заведения и школы. Уже получен положительный экономический эффект. Однако на все это необходимы немалые средства. Успехом власть считает привлечение в реализацию программ вне бюджетных средств. Мы много приватизировали объектов. Приватизировали дорого. У нас только объектов приватизации в этом году порядка 2,5 миллионов. Мы сумели поработать с предприятиями, нашли понимание и с нами рассчитались по налогам. Несмотря на то, что угольщики работали не так, как хотелось, но был уголь, была цена, была стоимость, был рост зарплаты. Это нам позволило порядка 7-8 миллионов получить все-таки от угольщиков. В городе создан и работает фонд социально-экономического развития. Я думаю, что по итогам этого года предприятия, предприниматели, жители города в этот фонд перечислят к концу года не менее 3-4 миллионов гривен. Также большой победой Руслан Требушкин считает то, что удалось сохранить годами сформированную в городе медицинскую структуру. В результате на сегодняшний день в концепции предстоящего реформирования системы медучреждений области Дмитров предоставил отдельным госпитальным округам. Это означает, что наши медучреждения сохраняют статус «Многопрофильный центр оказания медицинских услуг». Причем, оказывается, она, как и прежде, будет не только димитровчанам, но и жителям ближайших населенных пунктов. Исходя из требований реформы, на сегодня в городе активно ведется подготовительная работа по созданию на микрорайонах «Западный», «Новатор», «Амбулаторий». Их открытие позволит существенно приблизить оказание первичной медицинской помощи семейными врачами, терапевтами к месту проживания людей. Кроме всего, в 2011 году удалось приобрести легковые автомобили для сотрудников правоохранительных органов. Не забывают о ветеранах войны и труда, инвалидах. Ко дню победы, дню освобождения Донбасса и Украины им вручаются подарки. Всестороннюю поддержку получает одаренная и талантливая молодежь города – спортсмены. Надо отметить, что сбрасывать набранные темпы власть не собирается. И одной из своих задач Руслан Валерьевич считает привлечение инвестиций. Ведь недаром Димитров позиционирует себя как город, открытый для внешних вложений. Хочется и приобрести ту машину, которая позволит современным способам менять крыши и делать их срок эксплуатации порядка 10 лет. И многое другое. Есть такие интересные проекты, как организация зон отдыха. Мы это проговаривали, создание кинотеатра 5D. И многое другое. Но, честно говоря, когда у тебя нет дорог, нет воды, нет крыш, руки просто до этого не доходят. То есть сначала, мне кажется, нужно навести первоочередной порядок. И я надеюсь, что мы в следующем году, в ближайшие полгода, максимально эффективно и много уже успеем сделать. И тогда уже конец следующего года и весь 2013 год мы посвятим именно привлечению и созданию новых рабочих мест. Доклад городского головы длился более получаса. После этого мэр ответил на все вопросы, присутствующих в зале. Они касались разных моментов жизнедеятельности города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова